Очень многие люди, мои бывшие коллеги, в том числе, которые в блокноте находятся, они абсолютно убеждены в том, что война в Украине правильная, Навальный – враг России, а Путин – наш спаситель. Я, Дима Пугачев, в прошлом был помощником Таганского межрайонного прокурора, до этого работал в канцелярии в прокуратуре, до этого был студентом, а после прокуратуры – адвокатом. Ну, прошлое не отпускает, о чем свидетельствует черный блокнот, который меня несла команда ФБК. Но ты там не случайно оказывался? Абсолютно не случайно. В 2015 году Дмитрий Пугачев выступал гособвинителем по высотному делу. Тогда четырех бейсджамперов и одного руфера обвиняли в хулиганстве по политическим мотивам. Якобы они раскрасили звезду на высотке на Котельнической набережной в Москве и вывесили на ней украинский флаг. На суде Пугачев заявлял, что вина бейсджамперов и руфера полностью доказана. Он потребовал приговорить молодых людей к трём годам лишения свободы каждого, кроме беременной девушки. Ей прокурор просил условный срок. Этот эпизод в моей жизни я никогда не скрывал, и я им не гордился. Даже в момент, когда высотное дело, а именно резонансное дело в отношении четырех бейсджамперов и руфера, которые прыгнули с высотки на Котельнической набережной, их задержали. Это было в 2014 году, и там участвовали не только четыре бейсджампера и один российский руфер. Еще украинский руфер Ушевец, фамилия, по-моему, четыре бейсджампера. Они занимались этим давно, они часто вместе прыгают. И они выбирали место, откуда прыгнуть. Они поменяли место на высотку на Котельнической набережной. И на этой высотке в то же время, в том же месте примерно, Ушевец вместе с российским руфером, который его сопровождал туда, так как он знал, как туда подняться. Это подрезов. Подрезов, да. Ушевец поднялся на звезду, на шпиль на Котельнической набережной, вот этой высотке, и раскрасил в украинский флаг. После того, как он это совершил, он спокойно удалился и уехал в Украину. А подрезово в дальнейшем задержали. Но в это же время примерно, в 4-5 утра, по-моему, бейсджамперы прыгали с этой высотки, они спустились, собрали парашюты, и их сразу и задержали ППСники. Я участвовал с самого начала в этом деле в качестве прокурора, когда пытались со стороны прокуратуры мы избрать им меру пресечения в виде заключения под стражу. Как бы были мысли о прыжке, и совершенно никто не думал о том, что может повести такие последствия. Мы ознакомились с материалами, я имею в виду и прокурор, и судья, и стало понятно и судье, и мне, что они невиновны. Она поехала в Мосгорсуд визировать возможность оправдательного приговора. Я в то же время поехал к своему руководству говорить, что надо отказываться от обвинения, они невиновны. И в итоге мне сказали, что всем необходимо запросить три года заключения под стражей в колонии, и только беременной девушке условно. Им все равно, им наплевать, кто перед ним находится. Нужно отчитаться. Поймали вот этих вот парашютистов, недолго думая, запихнули в уголовное дело, потом это уголовное дело отправили в суд. Меняли им вандализм и хулиганство. По части второй, то есть по политическим мотивам. По этой статье, вообще, практике, чтобы выходили с арестом, то есть заключением под стражей, вообще такого не было. Но дело резонансное. началась война в Украине. И, понятное дело, что это обрело такой политический подтекст, серьезный. И что ты сделал? Я попросил три года лишения свободы. И знал на тот момент, что их оправдают. Всех невиновных отпустили. А подрезов? Подрезову мы не знаем. Но, насколько я понимаю, он действительно участвовал и знаком был. Ну, слишком жестокий. По-моему, слишком жестоко с ним обошлись. Но, в принципе, все честно. И потом подрезово на апелляционной, по-моему, стадии отпустили за отсиженным в следственном изоляторе. Вот. И, в принципе, на тот момент все. Это по фактической части моего участия в этом деле. Но была психологическая. она совершенно другая. И начал рефлексировать по поводу всех дел, где было так или иначе излишняя квалификация или что-то сомнительное. Начал это анализировать и понимал, что вообще я далеко не на правой стороне, а скорее на стороне империи зла. и точно надо что-то делать. Потом я написал рапорт, ушел в никуда, пока не сдал экзамен на адвоката. Думал, таким образом еще, может быть, где-то внутри психологически смогу что-то кармически возместить. Чем ты сейчас занимаешься? Сейчас я работаю, я переехал сюда по бизнесу миграции, открыл фирму, долгое время тратил подушку безопасности после продажи квартиры в Москве. Потом работал я, раскладывал молоко в магазине, раскладывал инструменты в строительном магазине, на производстве домов на колесах, на демонтаже ресторана, в магазине русской и украинской продукции разные конфеты, алкоголь, все такое. Пиво сейчас продаю, плюс кофейню мы с женой открыли. и как-то так. Ничего общего с законом не имеешь? Нет, нет, с законом не имею. У меня после того, как я уволился из прокуратуры, я через две недели встретил свою будущую жену, появился ребенок, взгляды пересмотрелись, как на воспитание детей, на мир вокруг. я абсолютно стал либералом и абсолютным пацифистом. В отличие от того, кем я был тогда. Тогда я скорее был гомофобом, имперцем и вообще неприятным человеком. Я бы с ним не подружился сейчас и руку бы не пожал. в том, человек, наверное, 20-25, устроили митинг напротив посольства Российской Федерации влюбляне здесь. В дальнейшем, когда началась война, в первый же день я написал в Инстаграме, что я против войны, что это преступно, что я осуждаю. В дальнейшем я более развернуто писал про то, почему в России сейчас фашизм, про то, что с этим нельзя мириться и про то, что ошибаться это нормально на своем примере. В отсутствие от консолидированного голоса русскоязычного сообщества мы объявляем о создании антивоенного движения в Словении. На митингах мы призываем выделить оружие больше Украине, потому что убеждены, что победа Украины, освобождение захваченных территорий это единственное разумное решение в данном контексте, так как исторически напрашиваются параллели, что если диктатора просто отпустить, остановиться на том, где мы сейчас, он не остановится. он только почувствует в этом возможность дальше нападать. Я выпал из этого, из этой системы, из этого. Я даже не знаю, какие санкции за статьи вот эти новые сейчас, потому что я не работаю в этом. Мне это знание, я понимаю, что творится полный беспредел, я понимаю, что 25 лет Карамурзе, 9 лет Горинову, и что творится с Навальным в Шизое, это за гранью добра и зла. Очень много было раньше разговоров с моими друзьями и знакомыми, из адвокатов и прокуроров, о том, что он агент ФСБ, о том, что он агент Кремля, это все подставное из АП-шки человек и так далее. Я в это никогда не верил, потому что это, ну, нелогично, это не совпадало с его действиями и фактами. Ну, как история показалась с отравлением и потом таким заключением, никакой он не агент Кремля. Я чувствую ответственность свою моральную. Она меня, в принципе, съедала и до войны, что я помогал, по сути, этому существовать, работая там. с другой стороны, как правильно мне говорят мои близкие, что это чувство вины, ответственности, оно деструктивно. если ты делаешь что-то противоположное, если ты делаешь что-то важное и полезное сейчас. То есть, в этом можно погрязнуть, этим можно умываться каждый день, но оно не, дальше уже не несет плюсов никому. до сих пор. Субтитры сделал DimaTorzok